всем привет я гела сегодня я вам решила почитать знаете интересная такая штука всякие устаревшие ранние старинные профессии представляете одна из самых почетных и высокооплачиваемых профессии оказывается было плевальщики и плевальщики это те кто сел репу так как семена были очень мелкие люди придумали что их можно выплевывать расплевывать представляете так интересно еще профессия водовоз если в русской деревне почти в каждом дворе был выкопан свой колодец то в городе с водой было сложно в центральных районах вода в реках и прудах чаще всего была непригодна для питья поэтому чистую воду приходилось горожанам привозить доставкой занимался водовоз чтобы им стать нужно было иметь запряженную лошадьми телегу и двухколесную повозку и большую бочку в петербурге цвет бочки говорил о качестве находящейся в ней воды воду из каналов перевозили в зеленых бочках а питьевую в белых часто водовозы сопровождала собака она повещала жителей о прибытии повозки громким лайм в крупных городах эта профессия сохранялась до начала двадцатого века представляете пока не появился централизованный водопровод еще такая интересная профессия афеня первые упоминания об афенях встречаются в исторических источниках в 1700 году на руси так называли бродячих торговцев которые продавали в деревнях различные мелочи книги лубочные картинки бумагу ткани во многом успех предпринимателя зависел от его звонкого голоса отцы с детства обучали сыновей особому ремеслу как зазывать покупателей и как суметь продать им товар крестьяне относились кофейням настороженно но при появлении заезжего торговцы сразу же бежали к нему если не купить что-то то узнать последние новости и сплетни афене сложили свое общество придумали кодекс и даже изобрели собственный сленг феню девчонки по фене боты представляете оказывается вот откуда эти словечки так еще профессия трубочист задача трубочист заключалась в проверке очистки дымовых винтов и вентиляционных каналов каналов камина печи котла для обеспечения свободного выхода гарри но это вроде как из названия профессии уже понятно да ну мне кажется и сейчас есть такое просто называться может как-то по-другому потому что камины это все так популярно уже наше время ну и конечно же эти наши вытяжки и кондиционеры да вот что-то близкое к трубочисту так еще была такая профессия утренний трубач в определенное время утренние трубачи будили людей на работу и сдавая громкий звук с помощью специальной трубки но это вот наш будильник а сейчас уже телефон дам телефон вообще наше все так крысоловы охотники на крыс ловили грызунов переносящих опасные инфекционные заболевания так дальше представляете были такие вот даже как бы профессии что ли такие может быть негласные по неписанным законам грабители трупов представляется даже такое было для практических занятий в университетах требовались трупы людей похитители трупов рассказывали раскапывали новые могилы и доставали мертвые тела и доставляли их специальные лаборатории вот такая профессия похититель трупов странно да как-то звучит даже дальше была профессия читальщик это по моему то что я делаю сейчас читальщиков нанимали для чтения книг журналов рассказов и тому подобное рабочим цехов выполняющих однообразную работу вот и мы тоже любим послушать под рукоделие да я очень люблю аудиокниги слушать всякие статьи но и почитать поискать что-то интересное тоже люблю и вот у меня есть даже целый плейлист письма отриги вот там и читали рассказы то она сейчас она не пишет ну и я вам читаю истории всяких там вот сейчас про профессии например также у меня есть видео история швейной машинки история бисера ну и судя по всему то эта рубрика полюбилась и дальше время от времени буду продолжать такие видео буду читать вам какие-то интересности может быть вот под рукоделие действительно очень интересно послушать приятно так еще была профессия свечники это люди которые по вечерам ходили и зажигали уличные фонари так плакальщицы задача плакальщицы заключалась в проводах умерших с плачем все лица присутствующие на похоронах естественно присоединялись к плакальщицам и плакали вместе с ними но вот представляете целая такая вот профессия или занятия плакальщицы ну молочник понятно да молочник каждый день доставлял свежее молоко по домам бондаре это были ремесленники которые делали бочки а иногда корабельные мачты это целое искусство изготавливать бочки из отдельных дощечек скрепленных обручами колесник создавал колеса со спицами для телег и других экипажей на живом ходу потом еще интересное слово камашник камашник это специалист по изготовлению лекал для верха обуви вот представляете вот такое слово камашник интересно балагула развозил заказы на небольшой конной тележки то есть балагулы это нынешние курьеры до доставка еды ну правда они сейчас носятся ну конечно многое пешком вот ходят до всем известны эти ребята с в одежде в такой яркой с ящиками за спиной там со всякими большими тюками вот ну и также очень много они сейчас ездят на самокатах велосипедах и даже маленьких таких автомобиль чеках так далее ну вот видите а когда ты это называлась балагула сейчас курьер далее травник ну травник понятно он собирал травы сушил их а покупателям попутно давал консультации по траволечению еще интересное такое прям слова шаповал до фамилии такие бывают но оказывается это валяльщик головных уборов то есть шапки валял то казалось бы понятно но вот я не знала шаповал такое слово вот это валяльщик головных уборов дальше скобарь кузнец специалист по гвоздям и скобам медник это вот тоже тот же кузнец занимаешься только медными изделиями то есть вот профессия кузнец а в ней есть определенные такие вот разные виды дальше шорник но это шорник это наверное понятно да шоры лошадей он работает с кожей создает создает конскую упряжь корабельники торговцы разносчики галантерейных товаров в том числе материалов инструментов для рукоделия нитки иголки отрезы ткани кружева и так далее но это типа фени да или афени корабельники вот такие вот представляете вот такие вот профессии которые в принципе есть некоторые из них и сегодня просто называются они уже иначе и да вот что касается телефонов да все таки вот так если задуматься можем и сколько сколько у нас возможности имеет телефон да сейчас даже вот выйти в банк совершенно не требуется вот и потому что все делается прямо здесь мгновенно в телефоне или например вот деньги то я вообще не понимаю они есть еще они в ходу или нет купюры бумажные потому что настолько привыкли мы всегда рассчитываться все телефоном приложил телефон и все уже не нужно никаких купюр монет и даже карточек вот это настолько удобно быстро и как-то постепенно наверное я думаю так деньги вообще выйдут из обихода пока еще конечно есть наличка но я например уже сто лет ею не пользуюсь и даже новые купюры вот эти двухтысячные вышли я их толком еще даже не знаю не разглядывала потому что я очень давно уже не использую наличку но принципе вот интересная такая штука да вот и очень многие вещи заменил телефон магазинах тоже кассиры наверное скоро вообще уже не будут нужны потому что ну в больших маркетах имеется ввиду супермаркетов полностью самообслуживание вплоть до расчетов вот скоро и на почте не нужны наверно будут операторы потому что все это делается в компе ну или в телефоне в том же да все это оплачивается здесь же на месте все это можно самим все упаковать все и привести на почту только вот сдать как бы из рук в руки да и все раньше операторы все это оформляли писали там упаковывали там обклеивали заклеивали и так далее а сейчас все это можно делать но вы знаете вот что касается меня все таки я вот например что касается посылок да я же по много отправляю заказов там по несколько сразу приношу вот поэтому я все равно считаю что лучше я поеду пусть они оформят чтобы я как бы из рук в руки лично передавать и все это чтобы они сами лично оформляли поэтому девчонки да очень многие профессии наверное скоро измери исчезнут вообще потому что телефон действительно заменяет очень многое вот ну а у меня сегодня вот такое видео с моим рукоделием вот в данном момент я уже пиццу вот и на фоне я решила вам рассказать почитать о нескольких вот таких профессиях вот все равно интересно да вот это все узнать и мне будет интересно почитать какие вы знаете старые уже исчезнувшие профессии напишите в комментариях ну а я буду с вами прощаться и вот смотрите из какого хлама у нас получилось вполне такая такая плотненькая хорошенькая штучка эта техника для тех кто не знает называется пицца стягать можно как угодно ну и вот такой шанелькой тоже очень люблю но естественно можно выкладывать не просто мусор как вот я сделала какие-то даже сюжеты но я на этом с вами прощаюсь желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok